Замечательно, изумительно, так реально, правдиво, так и рисуется картина перед глазами. Пишите еще, не стесняйтесь. Это письмо фронтовики послали поэту и журналисту Александру Твардовскому после того, как услышали главы из его поэмы Василий Теркин. Отрывки из этого произведения солдаты часто читали в перерывах между боями. Копию их письма представили на выставке баллада о войне и победе. Она открылась на площадке Горький Центр. Основная ее тема – искусство в годы Великой Отечественной. Искусство здесь и в целом выставка, они очень живы. То есть здесь подчеркивается дух народа, здесь подчеркивается жизнь каждого из фронтовиков. Выставка создана на основе фондов Государственного литературного музея имени Дали, Третьяковской галереи, музея и кино. В экспозиции письма и фотографии художников, поэтов, журналистов, их работ, созданные в военные годы. Язык искусства тогда тоже был оружием, а личные впечатления авторов – его материалом. Прообразом героини известного плаката «Родина, мать зовет» художника Ираклии Таиды стала его жена Тамара. В июне 41-го года она распахнула дверь его мастерской со страшной новостью – война. Пораженной выражением лица жены художник сразу же сделал этот рисунок. В дальнейшем можно привезти сюда детей, чтобы показать им, ознакомить действительно с достоверными документами, афишами, которые, собственно, бедны на выставке, очень хорошо наглядность. Это самое лучшее, что может быть для учащихся. Приятно мне посмотреть, узнать, вспомнить. Мой отец воевал, понимаете, и он мне рассказывал о этой войне. Посмотреть, каким было искусство военные годы, можно будет до 23 апреля. Олег Зверев, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.